У нашей модели вы можете увидеть колени, имеющие издип в другую сторону. Ну и вы скажете, ну не будет же она все время ходить в таком состоянии, когда у нее подтянуты колены и втянуты живот. Что за дурацкая рекомендация? Втяните живот, и у вас не будет живота. Обе эти проблемы довольно серьезные. Обе эти проблемы экстремально сильно распространены в популяции. Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. С вами Станислав Чернонук, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматики. И сегодня мы с вами поговорим про перепродиб коленей. У нашей модели вы можете увидеть колени, имеющие издип в другую сторону. Колени перепрогнуты. Нормой для человека является, когда колено немножечко согнуто вперед, а существует группа людей, у которых колени прогнуты в противоположную сторону. Вы можете сказать, ну перепрогнуты и перепрогнуты. Да ради бога, пускай ходят как хочет. Но штука в том, что это имеет свои последствия. Во-первых, это не очень полезно для коленей. Вы помните о том, что колени внутри себя содержат менист. И это специальные структуры, которые позволяют нам нормально двигаться. И если колено располагается в таком положении, то это вредно для состояния менисков. И таким образом через некоторое время человек будет иметь трудности, хромать и иметь ограничения по подвижности. Но это только начало. Смотрите, в чем дело. Если наша модель будет продолжать ходить в том же духе и подскользнется, то у нее будет гораздо меньше шансов остаться на ногах, потому что такое положение коленей заблокировано. Это чревато падениями и травмами. Но это только начало. В силу того, что существует такое положение коленей, мы наблюдаем избыточный продиб в поясничном отделе позвоночника. Я бы даже сказал, что это является главным последствием того, что колени перепрогнуты. Если вы поисследуете свои колени и немножко согнете их вперед, а потом немножко разогнете их назад, вы обнаружите, что произойдет существенное напряжение в поясничном отделе позвоночника. Это напряжение связано с тем, что для того, чтобы компенсировать ноги, которые отодвинуты, грубо говоря, назад, нашему телу приходится продибать поясницу вперед. Это приводит, в свою очередь, к тому, что увеличивается поясничный лордоз. Это приводит к тому, что увеличивается объем живота. Он выдвигается вперед и опускается вниз. Это приводит к тому, что происходит защемление поясничных нервов, которые нервируют нам нижние конечности, мочеполовую систему, а также органы брюшной полости, органы пищеварения. Но это еще не все. Вдобавок к этому, такая пастура приводит к тому, что грыжа поясничного отдела позвоночника возникает с большей вероятностью, и человек будет иметь проблемы по пояснице. Оказалось бы, всего лишь перевыпрямлены колени. Отдельно упомяну о том, что проблема не останавливается в пояснице, и мы можем наблюдать искажения по осанке по грудному отделу позвоночника и по шейному отделу позвоночника. Давайте поисследуем, каким образом изменение положения коленей повлияет на состояние брюшной стенки и объема живота. Нашей задачей будет поставить ножки поуже, стопы выровнять по внутреннему краю, чтобы они были параллельны, можно даже по внешнему краю, чтобы они были параллельны, упереться в пол большими пальцами ног, подтянуть коленные чашечки вверх, проследите за тем, чтобы ноги были немножко согнуты вперед, но совсем самую малость. Подтяните лобковую кость вверх, и вы обнаружите, подтяните лобковую кость вверх, и вы обнаружите, что тело заваливается вперед, и если потянуть себя за темечка вверх, можно обнаружить, что размер животика, очевидно, зримо уменьшился. Ну и вы скажете, но не будет же она все время ходить в таком состоянии, когда у нее подтянуты колены и втянуты живот, что за дурацкая рекомендация, втяните живот, и у вас не будет живота. Штука в том, что чем чаще вы что-то делаете, чем больше вероятности, что так она и будет. Поэтому, приучая себя к тому, чтобы втягивать живот и запротивлять чашку таза назад, вы улучшаете состояние своего тела. Но кроме того, наша модель нуждается в профессиональной помощи. Ей необходимо работать с балансом передней и задней поверхности и состоянием крестцового и поясничного отдела позвоночника. Давайте, собственно, и окажем ей эту помощь. Давайте проведем краткий экскурс в работу нашего тела. Во-первых, возникает какая-нибудь проблема. Ну, например, у нашей пациентки роды, беременность, расхождение таза, увеличение поясничного продиба в связи с тем, что женщина носит ребенка, и, соответственно, возникновение проблем по пояснице и крестцу. Наше тело понимает, что что-то идет не так, но у него, к сожалению, не хватает знаний анатомии, и мы плохо осознаем свое тело, и тело принимается решать проблему таким способом, которым знает. Оно начинает решать проблему через перекладывание нагрузки на колени, перераспрямляя эти колени. Это, в свою очередь, приводит к тому, что ситуация становится циклической. Чем больше мы перекладываем нагрузку на колени, тем больше у нас продиб в поясничном отделе позвоночника. Это ухудшает избыточно состояние таза, и, в свою очередь, это приводит к ухудшению состояния коленей. И история с тазом и коленями – это всего лишь один из множества примеров того, как тело образует положительную обратную связь. Чем хуже, тем хуже. И выхода из этого порочного круга не существует, если вы не предпримете правильные действия как с точки зрения массажа, так и с точки зрения гимнастики. Таким образом, маленькие проблемы, подобные просроченным кредитам, про которые мы забыли, они начинают накапливаться, штрафы по ним растут, и через некоторое время задолженность начинает расти, как снежный ком. Таким же образом и в организме. В какой-то момент возникает маленькая проблема, которую локально довольно просто решить, но мы эту проблему не замечаем, не осознаем ее важности, и таким образом планомерно разрушаем свое тело, что приводит нас к физическим страданиям, к плохому самочувствию и к преждевременной смерти. Как раз о том, каким образом обнаруживать такие проблемы на ранних стадиях, какие стратегии, какие способы существуют для того, чтобы их решать, и как непосредственно работать руками для того, чтобы проблема была решена, мы говорим в нашем замечательном курсе «Дорогостоящий массаж». Ссылочка на бесплатный семинар, посвященный этому курсу, находится в описании к этому видео. А самое главное, что существует огромное количество людей, готовых и жаждущих платить значительные деньги тому человеку, который поможет с решением их конкретных проблем. Приходите на бесплатный семинар, и вы на нем узнаете все, каким образом связана профессия массажиста, здоровье ваших близких и клиентов, и хорошие заработки. Давайте непосредственно поговорим о том конкретном физическом теле, который у меня есть на кушетке. Напоминаю вам, что ваш конкретный пациент может довольно сильно отличаться от моего непосредственного пациента. Здесь у нас существуют две ключевые точки. Это непосредственно колени и тазовый регион. Здесь я могу определить, в каком состоянии у нас колени, например, надавив на подколенную мышцу. Подколенная мышца не болезненна. Это с хорошей вероятностью говорит мне о том, что колени не являются первопричиной, потому что если что-то поломалось, то оно будет болеть хотя бы при надавливании. Если же мы надавим с вами на поясничный отдел позвоночника, мы обнаружим, что там есть отчетливая болезненность. Более того, по крестцово-подвздошному сочленению также есть болезненность, и по ягодичным мышцам также есть болезненность. Таким образом, наша проблема, скорее всего, сопряжена с неблагоустроенностью тазового региона. Вы можете самостоятельно определить состояние своего поясничного отдела позвоночника по двум точкам. Во-первых, это место прикрепления мышц-разгибателей к подвздошным костям. Там есть прямо отчетливый бугорочек. И когда вы надавливаете на этот бугорочек сверху, то если хотя бы с одной стороны, слева или справа, существует болезненность, это говорит о том, что у вас поясничный отдел не в порядке. Второй точкой, которая позволяет нам определить состояние таза и крестца, является точка L5-S1 – пояснично-крестцовый переход. Мы можем их найти, двигаясь по остистым отросткам позвоночника. Это гребешок, который выпирает сверху. Вы сможете обнаружить, что там есть выступы, бугорти. Если вы найдете болезненную точку в нижнем отделе поясничного отдела позвоночника, то, скорее всего, у вас серьезные проблемы с нестабильностью перехода от поясницы к крестцу. Обе эти проблемы довольно серьезные. Обе эти проблемы экстремально сильно распространены в популяции. Если вы в себе обнаружили подобную проблему, знайте, само по себе оно, скорее всего, не пройдет. С годами будет только хуже. И это приведет к проблемам по мочеполовой системе, внутренним органам и подвижности конечностей. Поэтому не игнорируйте эту проблему. И я вам рекомендую перейти по ссылочке в описании, для того, чтобы попасть на наш бесплатный семинар, посвященный тому, каким образом лечить своих близких и себя. Семинар, посвященный дорогостоящему массажу. Если вы обнаруживаете эти точки, то это означает, что проблемы прежде всего в поясничном отделе позвоночника. Когда мы говорим непосредственно про колени и про непосредственно прогибы в позвоночнике, базовая история заключается в том, что, как правило, по задней поверхности необходимо работать вниз. То есть мы смещаем мышцы задней поверхности бедра, мы смещаем икроножную мышцу с обеих сторон ног вниз, а переднюю поверхность мы поднимаем вверх. Это приводит к тому, что мышцы, которые тянут таз с задней стороны вверх, растягиваются, что приводит к уменьшению лордоза в поясничном отделе позвоночника, а переднюю поверхность мы тонизируем и стремимся поднять лобковую кость вверх. Движения здесь довольно незатейливые. Мы берем, накладываем небольшое количество масла и начинаем простыми скользящими движениями двигаться по структуре и расслаблять ее. Как всегда, существует огромное количество подробностей. Так, например, с одной стороны необходимо сдвигать сильнее, чем с другой. Напоминаю, что я рассказываю про конкретного живого пациента. У вас ситуация может отличаться довольно значительно. В некоторых случаях, если у вас, у вашего пациента есть перекос таза, возможно, потребуется поискать правильное направление. Нет никакой проблемы в том, что вы в основном двигаетесь в одну сторону, но периодически осуществляете встречное движение. Это хорошо в том смысле, что позволяет рассоединить некоторые слои тканей, которые, возможно, в процессе длительного искажения осанки деформировались. Некоторые скажут, что, о боже мой, он работает против хода лимфы. Здесь важно помнить о том, что тело сложная структура, и в некоторых случаях необходимо помнить прежде всего о лимфе. А в некоторых случаях необходимо помнить о напряженности и направлении деформации миофасциальных структур. И вот подобную работу я бы проводил на протяжении приблизительно получаса, находя точки залипания и болезненности, и прорабатывая их до исчезновения болезненности и до обнаружения подвижности структуры. Мы не работаем с коленями, потому что колени являются заложниками мягких тканей, и если мягкие ткани избыточно напряжены в неправильных направлениях, это приведет к тому, что колени будут менять свою форму. Еще раз подчеркну, что сустав – это заложник мягких тканей. Напоминаю о том, что у нас на канале есть видео, посвященное работе с мениском. Обязательно его посмотрите. Там содержится базовая информация о том, каким образом работать с коленями. И вот мы более-менее опустили структуру вниз по задней поверхности, переворачиваемся на спину и начинаем работать с передней поверхностью. Здесь для нас очень важной частью будет состояние прямой мышцы бедра. Прямая мышца бедра крепится у нас к подвздошной кости. Вот с одной стороны у нас все более-менее благополучно, а с другой стороны бедро очень напряженное. Это связано с перекосом таза. Обратите внимание, что, казалось бы, мы делаем примерно одно и то же, но тело реагирует очень по-разному. С правой стороны, да ради бога, сколько угодно, а с левой стороны прямо разбирает, прямо нелегко. И вот в тот момент, когда мы нажали на какое-то место в бедре, о чудо, произошло движение где-то в животе, забурчало в животе. Это связано с тем, что передняя поверхность бедра, четырехглавая мышца сопряжена с состоянием тонкого тишечника. Когда мы тонизируем эту мышцу, это приводит к изменению тонуса мышц брюшной стенки, что приводит к тому, что тишечник становится на место. Конкретно этой модели я рекомендовал бы курс. Вполне возможно, что мы решили бы эту проблему за 4-5 сеансов, особенно если бы модель помогла мне занятиями с собой при помощи гимнастики. Большинство из вас способны помочь себе и улучшить состояние своего здоровья, если будете выполнять правильные физические упражнения. Штука в том, что не надо много ходить в спортивный зал, поднимать тяжести или делать что-то экстраординарное. В огромном большинстве случаев упражнений по 5-10 минут в день будет более чем достаточно для того, чтобы улучшить ваше состояние. Конкретно для этой модели я бы рекомендовал те видео, которые у меня есть в рамках спонсорского канала на YouTube. Это были бы упражнения, посвященные балансированию положения угла таза, изменения поясничного лордоза. Кроме того, это были бы упражнения, посвященные самомассажу крестцово-поясничной области. Это достаточно бюджетно и в высшей степени эффективно. Для того, чтобы получить доступ к этой информации, вам достаточно всего лишь нажать кнопку «Спонсировать» под этим видео. Ну и в завершении хочу сказать, что колени являются очень интересным регионом. У подавляющего большинства людей в популяции существуют проблемы с коленями. Хотя бы раз в жизни у людей колени болели, и огромное количество людей мучается с коленями на протяжении длительного времени. Однако сами колени являются хорошо устроенным суставом, и проблемы с коленями, как правило, являются следствием того, что находится в других местах. Поэтому если вы видите искаженную форму колена, если вы видите кривизну ног, то почти наверняка это свидетельствует о трудностях в других частях организма. И для того, чтобы разобраться в том, каким образом от коленей перейти к отдаленным регионам, не нужно каких-то сверхсложных знаний. Достаточно просто понимать базовую анатомию и понимать, каким образом тело связано внутри себя. Собственно, этим мы и занимаемся на нашем канале. Поэтому если вам близок подход лечения через понимание, то обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что мы снимаем целую серию видео, посвященные конкретным темам. И я надеюсь, что это позволит вам получить общее представление и улучшить свое здоровье. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. А с вами, как всегда, был Станислав Чернонок, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и саматити и одноименного YouTube-канала. Канала, где мы смотрим на внешние признаки человека, делаем далеко идущие выводы по его здоровью и учимся зарабатывать на этом хорошие деньги. До новых встреч, друзья. До свидания.